привет всем итак давайте разбираться какие бывают сексологи и плюсы и минусы каждого варианта итак первый очень распространенный случай это сексологи с медицинским или психологическим образованием при этом у них будет разный вообще подход оба сексолога будь то с медицинским или психологическим образованием будут опираться на уже проверенные уже описаны в книжках те или иные постулаты те или иные позиции и вместе с тем позиция с медицины сексолога с медицинским образованием психологическим образованием будет очень сильно отличаться сексологи с медицинским образованием достаточно консервативно в своем восприятии, и они считают, что верно только то, что было доказано, и верно только то, что, собственно, подтверждено традиционной медициной. И они считают, что очень сложно женскому организму, в принципе, переучиться, перестроиться на любое иное оргазмичное состояние. Например, им сложно поверить в то, что бывает оргазм от вагинального проникновения без стимуляции головки питера, или что можно научиться оргазму вообще без прикосновения к телу, или, о, ужас, там, оргазм при родах или оргазм применить, и без прикосновения к телу женщин они считают вообще выдумкой и фантастикой, и чуть ли не всех женщин, кто описывает подобные случаи, они готовы отправить на прием к психиатру. Психологи же, сексологи с психологическим образованием очень гибко относятся к всем восприятиям. Они знают, что же за наше сексуальное наслаждение отвечает наша нервная система, а она очень гибкая наша нервная система, они знают, что нервная система у нас очень адаптивна, и, в принципе, достаточно легко переучивает. Второй лиц сексологов – это барышни, которые очень сильно любят следить за собой. Порой они очень много внимания уделяют своему телу, тренировке тела, уходу за своим лицом, часто посещают косметические и парикмахерские салоны. Они очень много внимания уделяют своему макияжу, косметике, тому, как они выглядят, и для них порой вот этот внешний антураж становится намного важнее внутреннего содержания. Порой они в своем стремлении казаться, а не быть, уходят в такое направление деятельности, как научиться доставлять мужчине максимальное удовольствие, научиться ласкать его, научиться различным ласкам и техникам, массаж лингам, эротический массаж, оральные ласки. И они с радостью и достаточно легко учат этому. И, конечно же, я очень уважаю их труд. И вместе с тем, порой погружаясь в изучение этих практик, женщинам свойственно забывать про себя, забывать про свое удовольствие, и настолько растворяться в своем партнере, настолько растворяться в желании доставить ему удовольствие, запомниться, ему удержать, ему стать для него лучшей, единственной и так далее, что мы порой забываем вообще про себя, про потребности своего тела, про потребность, про желания, своей души, про свои собственные мечты. И стараемся уже угодить ему во всем. И здесь для меня очень важным является то, что если вы пошли учиться доставлять удовольствие мужчине, убедитесь, что у вас точно есть оргазмы, как минимум при каждом половом акте. А в идеале, чтобы вы, делая эротический массаж, массаж лингама, или даже не нет своему мужчине, уже умели и могли наслаждаться оргазмом. Еще один вид сексологов и психологов – это различные практики, женщины, ведущие индийские и китайские практики. Как правило, это йога, цигун, различные тантрические практики. И я очень глубоко уважаю и люблю всех тех, кто занимается своим телом и тренирует вместе с телом одновременно свое дыхание, свою нервную систему. Одновременно происходит перестройка своего образа мышления, преображается внутренний мир. Казалось бы, через простые банальные работы с телом, через скручивание в ту или иную позе, через определенные дыхательные практики. Это действительно все работает. И действительно, самое главное, что все современные технологии по тренировке интимных мышц на самом деле стали развиваться и формироваться на основании базы, содержащейся на различных трактатах о йоге, различных даотских практиках, в том числе в цигуне. На тренировке интимных мышц, на мой взгляд, просто обязательно. Это один из фундаментов достижения женщины оргазма только от вагинального проникновения, без дополнительной стимуляции головки клидера. Поэтому такие же, такие сексологи, на мой взгляд, даже очень хороши. Я вообще легко принимаю любых сексологов и искренне вам рекомендую выбирать тех, кто откликается больше по душе.